хэйоги с вами шамики мы продолжаем рейти ру под названием трехтысячная дуэль да вы не смотрите сколько у меня выносливости ну для рывков я имею ввиду сколько мне хп выносливости как и было вот хп у меня получается даже 5 лиловых этого не заполнит всю шкалу было жесткий фарм был здесь жесткий фарм я даже не делюсь если мне перефарм так что у нас вообще по статье давайте глянем во первых 90 уровень хп 781 маны понятно я ману не качал необходимо кармы 15000 так сразу инвентарь так там ничего научные навыки навыков у нас 56 поэтому сейчас будем прокачиваться так во первых мы с вами что хотели прокачать после того как вас отбросили ускорять применение предметов лиловое описание является нет не является во время чтения заклинания что заклинание читаем поэтому а одиночных никаких нету печально ну давайте ускорять применение предметов хотя так увеличит максимальный уровень знак заклинания пол вы получаете супер броню уменьшает урон при столкновении с шипами вы наносите удары врагам во время рывка херня рывок усиление защиты запас выносливости устанавливается когда враг получать ударов в рывке херня тоже так там три надо тут 2 тут 1 так теперь ждем вот это когда мы получим что прокачать дальше поэтому пока что оставим это дело так на чем мы вообще с вами остановились мы остановились на том что здесь у нас обычный портал да я недоследовал мир ну посрать у нас за хера есть двери да какой дверь ехать так у нас сюда есть проход сюда есть проход это раз во вторых у нас есть ключ от чего торговца от железных дверей так железные двери у нас были с вами где-то в лесу темный лес а вот где идет не помню мы можем еще сюда сейчас попасть по идее с помощью двойного прыжка я могу в куда попасть теперь с помощью двойного прыжка где-то место было подождите вот это она по идее но нет это не но это пустыня это лес при пустыне у ноги или это ну так сюда только попасть можно через вот это вот локу до подито печати это фиолетовая печать это не то и не помню 1 проход 2 проход пустыня вот вот это вот место нам сюда надо телепорта по близости нету иначе нам придется бежать вручную урон все равно как вы видите незначительный самый жесткий все равно остается вот этот голем плохо давай мне еще проклятье дай так вниз у меня эти дают наносят урон или мне показалось их его знает вот так она вот наносит урон меня видите на уклоне нет умеете по печати сделали все вот это она ну все душу ведь они очень быстро формятся очень быстро формятся так 18 этих так немножко сос так и какой мы сказали телепорт нам нужен но тут фиолетовая дверь нам нужно вот это впрочем поэтому можем и вниз потом пойти в принципе да и все да и не мучиться так прямо вверх наверх чтобы меньше бежать было ну блин ну все равно мне рывок нужен но там очень много нужно всего чтобы прокачать рывок ну слушайте по 700 дамаги наносит ну слушайте по 700 дамаги наносит в принципе нормально думаю 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 должны быстро разобраться если это то место да это то место отлично отлично а ау да за них много даю по 400 350 неплохо так так здесь он дух да был который мы могли взять знак так большой зелье силы так а 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 так отлично тут или проводить очередной не похоже а мы сейчас сюда походу приедем сейф это еще что за спросить об этом месте это тапа ведет к здания воротам замка видишь вон там в замке полно монстров используешь бою острые предметы глубокие раны сковорчат пройдет немало времени прежде чем кровотечение становится и рано затянется но если у тебя есть сфера и селина тебе не о чем бояться она у тебя есть нету ну не суть а то есть это новую локацию еду вообще главная башня ну ладно я помню этих врагов все я вспомнил эту локацию поверьте нам желательно ее просто пробежать как можно быстрее так что такая жопа будет желательно понять куда мне идти особенно вот эти вот рыцари опасны до чувствую теперь вот время прокачать навыки на защиту от шипов какой черт он мне все равно задевает идешь идете в сраку просто в сраку а мне описание больше нету ладно ну не ваншочу ну хоть убиваю сокращение пути надеюсь да открою прикольно о железные сапоги сфера исцеления знак печати снаряжение поди это вот это аксессуары железные сапоги сапоги которые на 0 носили рыцари древнего сети это тяжелая обувь которая трудно надеть и еще труднее снять будучи надеты немного уменьшает урон который вы получите натыкать на шипы пускай у меня будет лучше минус урон блять ну у меня хотя бы не буду так сильно дамажить шипы эти сраны блин вспоминает что будет потом как это шмотка который вообще убирает урон ну ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Круто! Прикольно, упали. Ну, привыкать, это что-то локация такая. Неприятная. А босс? Босс тоже неприятный, потому что там локация связана с боссом. Вот это вот то, что лучше пробегать, потому что они... А нет, два удара. А все-таки тут тоже зависит. Сфера. Обогащенная руда. Подожди, обогащенная руда у нас была уже? Да, была обогащенная. И до хера у нас ее. И главное, они бессмертные, понимаете? Но они ее оттукуют, по идее, когда я попадаю на свет. Да, походу так. Ладно, идем теперь сюда, тогда. Блин, я говорю, эта локация вообще очень противная. Тут надо быть на чеку всего. О, да. Ну, он в основном... Атакует вбок, поэтому... Можно здесь просто пробегать, да и все. Но если он ударит, будет больно, скажет сразу. Чтобы вы знали. Будет очень больно. О, стой. А что я это сократил? Это там, где лилово в описании, босс, да? Но мы туда сейчас не попадем, потому что нам нужно боковые типа полеты. И босс с тобой не смог и так победить. А, за тебя что, нихера не дают? Ладно, давайте попробуем отсюда-дотуда долететь. Ага. Окей, не долетим. Проклятие тоже не хочу. Так, вниз есть проход. Так, сундук. Так, есть проход наверх. Так, камень боевого духа. Инвентарь. Камень боевого духа. Камень, содержащий эссенции боевого духа. Если его разбить, освобождает энергию и значительно повышает атаку на определенное время. Ну, я думаю, давайте, наверное, сначала вверх пойдем. У нас один есть проход вниз. Так, а что у меня хп неполное? Ну, тут то, что они проклятие дают, это... Очень неприятно. Ох. Кажется, это вот эта локация с боссом. Давайте я на всякий случай лучше вниз схожу. Открою вот эти врата. Всех врагов я буду, короче, пробегать, потому что... Э. От этих я просто, проклятие, не хочу получить. От этих я не помню, как атакуют на самом деле. Парфюм. А, это он по мне все-таки попал. Ну, вот, видите, мне уже на прокачку есть, считайте. О, НМА. О, нихера себе. У вас атаки какие? Так, инвентарь. Инвентарь. Снаряжение. Шикарный рубиновый амулед, да? Так, амулед с рубином украшают рубином, символизирующий огонь в искусственно выполненной оправе. Если его надеять, повышает устойчивость к огню. Если его надеять, дополнительно повышает силу атакующих заклинаний. Так, я так подумал, давайте, наверное, лиловое описание сразу используем. Ну, просто не хочу с ними драться. Так, а сейчас главное осторожно прыгать, чтобы... А-а-а-а, вон оно что. Теперь я понял. Окей. Ну что, тогда будем сейчас довольно осторожно все делать. Так, что снова аж и говорил. С духами надо здесь быть осторожны. С синими. Ладно, плевать. Так, сейвик. Ага, способность. Как раз сейчас прокачаем. Способность. А там, кажется, босс должен быть. Короче, главное просто в сияние это не попадает. Да и все. опасно как туда нужно залететь но есть хотя и туда нужно не залететь ящик скинуть вспомнил так теперь ящик надо поставить так чтобы другой ящик на него упал ништяк передоводим ящик сюда и мы сверху так зелье знак жезл злого духа книг магических так снаряжение пуска место меча да это будет жезл злого духа а это даже тоже меч жезл создан с помощью черной магии достаточно взмахнуть ими чтобы очистить бурление темной энергии внутри к сожалению чтобы в полной мере раскрыть потенциал этого оружия нужно владеть черной магией ну ну да он лучше немного эффект эффект какой эффект прикольный сказать нечего а это куда вниз то за способность выше вы мне кажется меня даже лило в описании нужно будет использовать еще так далеко и ту блин и куда я иду макадепт замечательно приятель все лиловой больше псоники у меня нету а я за сундуком пришел или нет подожди ух ты ж ё-моё куда я иду не спрашивайте куда я иду я просто куда-то иду по течению а прикольно я понял возвращаемся значит он где-то должен сейф быть недалеко воспоминание огней и карме я вспоминаю одну историю села огня села заслуживающие людям и способствующие процветанию королеса когда уже началось оказаться что исследования огня зашли в тупик придворный маг сделал открытие карма извлекающие из душ и монстров и слию сочи сочетать с силой огня многократно увеличить силу эту силу те кто обрел эту силу уже ждал приумножить и король позабыв о своих прежних планах стал еще более одежим кармой ну ладно давай сюда а а удар в падении память об ударе падения удар в падении нацелена в уязвимые места противника это прием применяется в воздухе при этом разным видом оружия соответствующие разные варианты ударов в падении давайте попробуем а я еще при этом и открытию снаряжение понятно так снаряжение секира уже зала булава когда сейчас пойдем подхилим ся повысим уровень и пойдем сходим на босса давайте энергии вкачивать да типа немного дает но чтобы у меня хотя бы быстрее немного восстанавливалась восстанавливается рвок типа шоу такой задержки не было но как раз сейчас сразимся с боссом огненный будет басно получается ли кто а король я не помню его так гнилая корона а если че он как вот тут рыцарь помните а Ау. Я от кровотечения быстрее сдохну, чем от него. Ой, вот это я не помню. Короче, я, походу, и сдох, да? И сдох я от шипов, а не от короля. Ну, блин, бас на самом деле легкий. Только почему? У меня урон! Где мой весь урон? У меня прокачка в урон жёсткая, а урона нету. Мда... Прикольно. Давайте сразу сначала сферы заберу. Сферы на самом деле жёстко наносят, я вам скажу. А, ты всегда эту атаку делаешь? Ау. Прикольно. 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 Играет музыка Играет музыка Я забыл, я мог бы его руками уже завалить Но он вообще не сложно У него сложно только когда он уходит в эту херню И все И в чем даже сложность заключается В том, что я типа уворачиваюсь, но он мне все равно урон наносит Классно Хороший моксет Но так я вру, босс вообще никчемный Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Продолжение следует... Продолжение следует... Там уже... Да, королевский меч. Меч, использовавший особые королевские крови, значит... Знает поклонялась огню и зачаровывала оружие, доспехи и даже своё тело, наделяя их силой огня. Их моральное разложение и тяга к огню. Нет ли здесь связи? Ну, бед. Ну, это я сейчас, наверное, вверх поднимусь здесь. Ну, давайте я сюда сейчас схожу, посмотрю, что здесь. Это мне куда получается... Я могу вот так пройти? Ну, так будет получше, мне кажется, даже снизу. Только нужно обязательно сохраниться, потому что я заново не хочу с боссом сражаться. Хотя... Ладно, посрать. Лиловое описание у нас полное. Поэтому посрать. Окей. Не бед, не бед. А-а-а... Ясно. Ясно, понятно. Забываем о шипах снизу. Чёртовы демоны. Так, давайте по низу. Что тут там? Ммм, кольцо земли. И сфера восстановления какая-то. Инвентарь. Сфера восстановления. Сфера создана с помощью запретной алхимии. Если её разбить, высвобождает энергию. Мгновенность снимает все вредные эффекты. И новое колечко мне дали. Кольцо земли. Кольцо, вылепленное из грязи. Это кольцо пахнет землёй. Из-за него... Ммм... Пробиваются... Ростки. Если его надеть, значит он повышает атаку. Так, атака, атака. Но пока что я в этой локации. Мне лучше эти ботинки с собой носить. Ой, блядь, серьёзно? Надо ещё с этой юзать. Поехали. Это главное, он ускоряется. Хоп. Повремень нормально, повремень нормально. Всё успеваем. Так, и здесь был проход наверх у нас ещё. Проход наверх с тупиком. Точно. Ну что, давайте тогда, думаю, на этом мы с вами закончим. А в следующей серии мы продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. И... В следующей серии мы сюда вот вернёмся и пойдём в эту локацию всё изучать здесь. Поэтому да. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok